Для обычного человека, если подумать, кажется, что артист сразу выучил слова и пошел на сцену, и вот вышел спектакль. На самом деле это очень длительный, долгий процесс. В течение двух месяцев где-то работает, например, один спектакль. Ну, примерно. Примерно. И как к нему подготовиться? Режиссер сдает задание, и мы делаем этюды на тему. Что такое этюды? Это небольшие сценки на тему, например, твоего персонажа. Как бы это могло бы быть? Как ты его видишь, этого персонажа? Ты приносишь это все режиссеру. То есть мы делаем домашние задания, то есть мы не перестаем учиться после института, мы всегда работаем над собой. Режиссер уже смотрит на нашу работу и говорит, туда это не туда, в какую сторону мы движемся, направляет тебя. И дальше уже получается какая-то работа, уже складывается твой персонаж. Конечно же, когда уже появляются костюмы, когда появляются гримы, это уже дополнительная к твоей роли, дополнительная такая, так сказать, нотка, которая тебе помогает в образе в твоем. Ну и потом уже режиссер говорит уже, как двигаться по мизансценам. Дальше уже, как говорится, чуть-чуть проще. Когда уже самая подготовительная работа прошла, прошел застольный период. Обязательно бывает застольный период, когда режиссер разбирает с артистами твою роль. Говорит, что ты должна здесь делать, какая у тебя сверхзадача в этом спектакле. То есть много-много-много всяких терминов, которые есть у нас на нашем профессиональном языке. И потом уже, когда выпускается спектакль, это уже, наверное, самое простое, самое сложное – это подготовительный период к нему. Сразу, когда мы уходим из театра, как-то стараемся переключаться, потому что жить все время в одном и том же, конечно, образе невозможно. Потому что можно сойти с ума, мне кажется, потому что всегда должна быть переключка какая-то. У нас, конечно же, есть у артистов свои проблемы и свои какие-то другие кружки, хобби, все что угодно. И мы стараемся, конечно, дома заниматься своими домашними делами, но не забывать и о профессии. Конечно, где мы подготавливаемся, например, к очередному спектаклю? Конечно же, дома – это повтор текста, это прорабатывание в голове, что я сегодня играю, какой будет сегодня спектакль. Конечно же, волнение от этого. Ну, бывает дома, мы, конечно же, думаем про работу, но стараемся переключаться все-таки. Когда, например, какая-то новая роль, она тебя мучает, и ты думаешь, как же ее сыграть, или если что-то не получается в образе, и ты, например, не можешь его сопоставить с собой. Не всегда же герой может сопоставиться с тобой, да? В нем есть какие-то качества, которые, например, в которых нет во мне, например. И, конечно, меня это мучает, и я, если чем-то занимаюсь, например, еду за рулем, если я обязательно думаю про роль. И как-то прорабатываю в себе какие-то моменты, которые в спектакле мне как-то не удаются, или наоборот, удаются. Но мне их тоже нужно проработать, чтобы сделать роль еще лучше.